Беседа, когда Сатурнин и Аврелиан были отправлены в ссылку, и Гайна вышел из города и от ребролюбия. Пояснение. Предводитель Готов, Гайна, один из тех, которые добивались неспровержения Евтропии, злоупотреблял слабостью ленивого и боязливого государя. Он угрожал Аркадии все опустошить своими войсками, если ему не выданы будет Аврелиан, Сатурнин и князь Иоанн. Это были первые люди при дворе и главные личности в империи. Гайна боялся всех их троих, и он не скрывал своей цели, что намерен предать их смерти. Они принесены были в жертву ненависти варвара, или вернее, они сами принесли себя в жертву для спасения государства и отправились к Гайне. Вместе с ними отправился и святой Иоанн Златоуст. И его красноречие настолько смягчило сердце жестокого врага, что он после издевательства над ними даровал им жизнь и удовольствовался только их изгнанием. Долго я молчал, и спустя много времени опять возвратился к вашей любви. Впрочем, это не от какой-либо беспечности или телесного расслабления, а от того, что я успокаивал смятение, укращал волны, утешал бурю, спасал терпевших кораблекрушения, старался вести утопавших в тихую пристань. Я общий отец всех. Мне необходимо заботиться не только о стоящих, но и о падших, не только о плывущих при попутном ветре, но и о колеблемых волнами, не только о живущих в безопасности, но и о находящихся в опасностях. Потому и в минувшие дни я на время оставлял вас и везде ходил, увещевая, упрашивая, умоляя избавить тех господ от бедствия. Когда же те горестные события прекратились, я опять возвратился к вам, находящимся в безопасности и совершающим свое плавание в полном спокойствии. К тем я ходил, чтобы прекратить бурю, и к вам возвратился, чтобы у вас не было бури. К тем я отправлялся, чтобы избавить их от бедствий. А к вам прибыл, чтобы вы не подверглись бедствиям. Мне надо бы назаботиться не только о стоящих, но и о падших. И опять, не только о падших, но и о стоящих. О тех, чтобы встали, об этих, чтобы не пали. О тех, чтобы освободились от тяготеющих над ними бедствий, об этих, чтобы не подверглись угрожающим горестям. Нет ничего твердого, ничего постоянного в делах человеческих, но они, подобно разъяренному морю, ежедневно испытывают удивительные и жестокие крушения. Все исполнено смуты, волнений, везде скалы и стремнины, везде подводные камни и утесы, везде страхи, опасности, подозрения, ужасы и беспокойства. Никто никому не доверяет, каждый боится ближнего. Может быть, скоро наступит то время, которое, описывая, пророк говорил, не верьте другу и не полагайся на приятеля, каждый берегись своего ближнего, от лежащей на лоне твоем стереги двери уст твоих. Мехея 7.5. Почему? Потому что настало время лукавое. Всякий брат ставит преткновение брату, и всякий друг разносит клеветы. Иеремия 9.4. Нет верного друга, нет надежного брата. Исчезло благо любви. Всем овладела междоусобная война, междоусобная и при том не явная, а скрытная. Всюду личины без счету, много овечьих шкур, а под ними везде скрываются бесчисленные волки. И гораздо безопаснее было бы жить между врагами, нежели между мнимыми друзьями. Те, которые вчера заискивали и льстили, целовали руки, теперь вдруг оказались врагами и, сбросив личину, сделали злейшими из всех обвинителей. Кому недавно выражали благодарность, тех ныне обвиняют и порицают. 4.4. Какая же причина всего этого? Любовь к деньгам, неистовая страсть сребролюбия, это неисцелимая болезнь, пламя неугасимая, сила, покорившая себе всю вселенную. Поэтому, что говорили мы прежде, то самое не перестанем говорить и теперь. Хотя многие тогда обвиняли нас и говорили, перестанешь ли ты вооружаться языком своим против богатых? Перестанешь ли непрестанно враждовать против них? Но против них ли я враждую? Против ли них вооружаюсь? Не за них ли скорее я все и говорю и делаю, тогда как они изощрили мечи свои сами на себя? Не доказал действительный опыт, что я, обличая и постоянно укоряя, заботился об их пользе, а они, осуждая нас за слова наши, были скорее сами себе врагами. Вы видели, как произнесенные нами слова оправдались на деле? Не говорил ли я всегда, что богатство – беглый раб, переходящий от одного к другому? И, о, если бы оно только переходило, но не убивало, если бы и пренебрегало, и перебегало, но не губило, а теперь оно и оставляет без своего заступления, и предает мечу, и ввергает в пропасть, как злой предатель, причем и враждует, особенно против тех, которые любят его. Богатство – это неблагодарный раб, неутолимый человека-убийца, неукротимый зверь, скала, обрывистая со всех сторон, подводный камень, непрерывно обуреваемый волнами, море, вздываемое бесчисленными ветрами, свирепый тиран, властелин жесточе всякого варвара, враг непримиримый, неприятель неумолимый, не прекращающий никогда своей вражды с тем, которые владеют им. Не такова бедность. В ней все противоположно сказанному сейчас. Она – безопасное прибежище, тихая пристань, всегдашнее спокойствие, неомраченные опасностями радость, чистое удовольствие, жизнь невозмутимая и безмятежная, благополучие ненарушимое, источник мудрости, узда надменности, свобода от наказания, корень смирения. Для чего же, скажите мне, вы убегаете от этой бедности и гоняетесь за тем, что враждебно, убийственно, злее всякого зверя? Ведь таково именно сребролюбие, такова именно неистовая страсть к деньгам. Для чего ты всегда держишь при себе твоего постоянного врага? Для чего раздражаешь зверя, которого нужно укращать? А как он может, скажешь, сделать сручным, если вы послушаетесь моих слов, хотя ныне, когда падение близ нас, когда несчастье во всей свежести, когда все в смятении и унынии, как этот зверь перестанет быть зверем? Я могу изменить его, если вы захотите. Сила слова произведет это. Как же он изменит свое зверство? Чтобы узнать это, нужно посмотреть, как он делается свирепым. А как он делается свирепым? Как львы, тигры и медведи, будучи заперты и заключены во мраке, приходят в ярость и сильно злятся, так и богатство. Если его запирает и закапывает, бывает свирепый льва и везде наводит страх. А если ты выведешь его из мрака и посеешь в недра бедных, то этот зверь становится овсою, предателю-защитником, подводный камень пристанью, кораблекрушение тишиною, тоже можешь видеть и на кораблях. Когда груз бывает чрезмерно тяжел, то судно тонет, а когда соразмерен, то оно идет по ветру. То же бывает и в наших домах. Когда ты соберешь богатство больше потребности, то и слабый напор ветра, и случайное стечение неожиданных обстоятельств потопляет корабль вместе с людьми. Если же ты будешь собирать столько, сколько требует нужда, то хотя бы восстала сильная буря, ты удобно пройдешь через волны. Итак, не желай большего, чтобы не лишиться всего, и не собирай больше нужного, чтобы не потерять и нужного, не приступай к установленных пределам, чтобы вместе с тем не остаться без всякого имущества, но отсекай излишнее, чтобы тебе быть богатым в необходимом. Не видишь ли, что и земледельцы обрезают виноград, чтобы вся сила растения обнаружилась не в листьях и ветвях, а в корне тоже делай и ты. Отсекай листья и еще по печенью направляй к принесению плодов. Если же ты пренебрегаешь этим во время благоденствия, то ожидай несчастья. Во время тишины жди бури, во время здоровья ожидай болезни, во время богатства думай о бедности и нищете. Помни, сказано в Писании, во время голода о днях сытости, и во дни богатства о бедности и нужде. Серахов 18.25 Если ты будешь так настроен, то и богатством станешь распоряжаться, здравой рассудительностью, и приключившуюся бедность будешь переносить с непоколебимым мужеством. Зло, неожиданно случившееся, возмущает и тревожит нас, а ожидаемое случившесть причиняет невеликое смущение. Таким образом ты получишь два блага. Во-первых, ты не опьянеешь и не обезумеешь от благоденствия. И во-вторых, не будешь смущаться и тревожиться при перемене на противное, особенно если всегда будешь ожидать противного. Здесь ожидание заменит опыт. Например, ты богат. Каждый день жди бедности. Для чего и почему? Потому что это ожидание может быть для тебя особенно полезно. Кто ожидает бедности, тот и при богатстве не надмивается, не предается изнеженности и рассеянности, не домогается чужого, потому что страх ожидания, как бы некоторый наставник, вразумляет, удерживает помыслы и не позволяет развиваться худым росткам от сребролюбия. Страхам противно, как будто каким серпом останавливая их и отсекая. 433. Итак, вот какое получишь ты величайшее благо. А другое, не меньше этого, состоит в том, что ты не будешь тяготиться бедностью, когда она действительно наступит. Пусть же ожидание предваряет скорби, чтобы не приходилось испытывать их на деле. Испытание потому и приходит, что не бывает ожидания. Если бы последнее исправляло человека, то в первом не было бы нужды. Свидетелем этого был пророк Иона у неневитян. Они по предсказанию пророка ожидали подвергнуться невыносимому бедствию. И этим ожиданием, имевшим наступить зол, отвратили гнев Божий. А иудеи, не поверив пророку, предсказывавшему взятие Иерусалима, потерпели это безумие. Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый и раздражительный, и самонадеянный, и идет и смешивается с беззаконным. Притча 16.16. Кто, живя в благоденстве, всегда готов быть бедным, тот не скоро сделается бедным. А в чем не хотел ты вразумиться ожиданием, то хорошо узнаешь на опыте. Итак, живя в богатстве, ожидай бедности. Наслаждаясь благоденствием, жди голода. Пользуясь славой, жди бесславия. Наслаждаясь здоровьем, жди болезни. Размышляясь всегда о том, что дела человеческие по своим свойствам нисколько не лучше речных потоков, быстролетнее дыма, рассеивающегося в воздухе, и ничтожнее бегущей тени. Если ты будешь держаться таких мыслей, то ни блага не могут произвести в тебе надменности, ни скорби унизить тебя. Если ты не очень будешь занят настоящими благами, то не станешь огорчать и лишениям их. Если ты приучишь душу свою к ожиданию противного, то противное большей части не случится с тобой, а если и случится, то не сильно тронет тебя. А чтобы вы знали, что я говорю это не по догадкам, хочу рассказать вам одно древнее событие. Был некоторый муж дивный, великий и славный во всей вселенной, блаженный Иов, подвижник благочестия, вселенский венциносец, совершивший все подвиги, торжествовавший бесчисленные победы над дьяволом. Он был богат и беден, славен и уничижен, многочаден и бездетен, был в царских чертогах, был и в гноище, облачался в блестящую одежду, а потом был терзаем червями, пользовался услугами бесчисленных рабов, а потом терпел бесчисленные оскорбления, когда восстали слуги, поносили друзья, злоумышляла жена. Сперва все стекалось к нему, как бы из источников. Обилие богатства, величие власти, высота славы, мир и безопасность, почести, угождение, телесное здоровье, благополучие детей, и ничего не было у него прискорбного. Богатство у него было в безопасности, благоденствие постоянное, и весьма справедливо, потому что Бог ограждал его со всех сторон. Но впоследствии все это исчезло, и в дом его вторглись тысячи бурь. Все они следовали одна за другой непрерывно, и все с величайшей силой имущество отнято было у него все. Вдруг рабы и дети погибли насильственной и преждевременной смертью, будучи поражены за трапезой во время пиршества, не ножом имели мечом, а сильным ветром разрушившим их дом. После того жена воздвигла свои козни и направила их против праведника, также и рабы, и друзья, из которых одни плевали ему в лицо, как он сам говорит, и не стыдятся плевать пред лицом моим. Другие нападали на него. Он измон был из своего дома, и местом жительства его сделалась навозная куча. Где-то всюду стекались к нему рои червей, где этот адамант обливался кровью и гноем и, взяв черепок, соскабливал гной, сделавшись палачом сам для себя. Страдания следовали за страданиями, мучения были невыносимые. Ночь была тяжелее дня, а день ужасней ночи. Как сам он говорит, когда я ложусь, то говорю, когда-то встану, а когда и вечер длится, и, ворочаясь я досыта до самого утра от болезни моей, и о всем четыре, во всем были для него утесы и скалы, утешающего не одного, а оскорблявших множество. И однако среди такой бури и волн, поистине невыносимых, он всему противостоял мужественно и непоколебимо. А причиной этому было именно то, о чем я и говорил, то есть что он ожидал бедности, когда был еще богат, когда был здоров, он ожидал болезни, когда был отцом столь многих детей, ожидал вдруг сделать все бездетным. Этот страх он всегда чувствовал, это беспокойство он всегда питал, зная свойства дел человеческих и размышляя в их скоротечности. Поэтому он и говорил, ужасное, чего я страшился, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне. 3.25. Своими помыслами он всегда обращался к нему, ожидая, предчувствуя, предощущая. Поэтому, когда бедствие наступило, оно не смутило его. Нет мира мне, нет покоя, нет отрады. Постигло несчастье. Не сказал, не умеряюсь и не умолкаю, но не могу смириться во время прошедшем. Хотя дела мои располагали меня к высокомерию, но ожидание скорбей не позволяло мне успокоиться. Хотя чрезвычайное благоденствие побуждало к роскоши, но беспокойство, внушаемое ожидаемым, отгоняло беспечность. Хотя настоящее принуждало к наслаждению, но забота об ожидаемом пресекала его. Поэтому, увидев совершившееся на деле то, о чем он часто помышлял, он переносил это мужественно. Увидев давно обдуманные, ожидаемые, предиспытанные подвиги, он не смутился. А что и обладая благами, он не слишком привязывался к ним. О том послушай, как он сам говорит. 31, 24. Полагал ли я в золоте опору мою и говорил ли сокровищу, ты надежда моя. Радовался ли я, что богатство мое было велико и что рука моя приобрела много. Что говоришь ты, человек? Ты не радовался, когда текло к тебе богатство. Нет, отвечал он. Почему же? Потому что я видел непостоянство и скоротечность его и видел непрочность приобретения. Смотря на солнце, как оно сияет и на луну, как она величественно шествует. Приждался ли я в тайне сердца моего и целовали ли уста мою руку мою. Смысл этих слов следующий. Если светило, находящееся на небе и непрестанно сияющее, подвергается некоторым переменам, если солнце как бы оскудевает и луна ущербляется, то не крайне ли безумие считать постоянными и неподвижными вещи земные. Вот почему он и настоящим благом не слишком радовался. И о потерянных не сильно скорбел, так как хорошо знал свойства их. Слыши это, возлюбленные, и мы не будем тяготиться бедности и надмиваться богатством, но при превратности вещей, сохраняя неизменяемых, дух свой, будем пожинать плоды любомудрия, чтобы и здесь наслаждаться удовольствием и получить будущее благо, которых досподобимся все мы, благодатью и человеколюбим, Господа нашего и Иисуса Христа.